Последние дни мы наблюдали, как евро восстанавливает свои позиции после спуска к 20-месячному минимуму. Итоги вчерашнего заседания ЕЦБ подтвердили факт, что риторика Центробанка постепенно становится более ястребиной в условиях крайне высокой инфляции. Однако крайне слабые данные по розничным продажам в Европе, кажется, приостановили тенденцию на рост как единой европейской валюты, так и всех прочих валют. Так что доллару представилась небольшая передышка, а данные действительно ужасающие. По итогам прошлого года темпы роста розничных продаж замедлились с 8,2% до 2%, когда ожидалось замедление до 5,5%. Если же посмотреть на это в месячном исчислении, то в декабре розничные продажи сократились на 3%, тогда как ожидали уменьшение всего лишь на 0,4%. Тем не менее говорить о завершении роста позиции евро или фунта пока все же рано. Ведь если судить по прогнозам относительно содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов, его публикация приведет к возобновлению падения американской валюты и, хотя уровень безработицы должен остаться неизменным, все дело в количестве новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Их число не должно превысить 30 тысяч, это невероятно мало. По сути дела это как минимум в 5 раз меньше, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Получается, что период стремительного роста занятости подошел к концу и в ближайшее время стоит ожидать роста безработицы. Понятное дело, что подобная перспектива не прибавит доллару оптимизма. Давайте посмотрим на положение котировок. Курс евро к доллару за 24 часа укрепился на 200 пунктов. Это привело к инерционному восходящему ходу, вследствие которого были пробиты важные ценовые уровни. Причина столь сильных ценовых изменений кроется не в техническом анализе, а исключительно в информационном шуме, который стимулирует спекулянтов к действию. На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, где обычная коррекция вполне может переквалифицироваться в продолговатую. Этот процесс приведет к смене тенденции в случае подтверждения ряда технических условий. Так вот, инерционный ход вернул котировку в район локального максимума от 14 января, при этом объем длинных позиций не сократился. Это указывает на то, что спекулянты продолжают игнорировать сигналы технического анализа. И чтобы восходящий цикл сохранился на рынке, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1500. В этом случае подтвердится сигнал продолговатой коррекции, и это привлечет дополнительное внимание трейдеров. Стоит учесть, что инерционный ход не может быть постоянным. Рано или поздно настанет критический момент перегрева длинных позиций по евро. И это приведет к их незамедлительному сокращению и технической коррекции котировки движением вниз. Что касаемо фунта, то валютная пара фунт-доллар в ходе инерционного восходящего хода достигла уровня сопротивления 1.3600, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к ценовому застою и последующему откату. В данной ситуации особое внимание уделяется уровню 1.3600, так как стабильное удержание цены выше него на дневном периоде вызовет последующий восходящий ход. Этот шаг вполне может запустить процесс смены торговых интересов и приведет к первичному ходу в сторону локального максимума 1.3747. В то же время первичный откат может частично восстановить курс доллара, но о полном развороте речи пока не идет, тем самым уровень 1.3600 еще сосредоточит на себе торговые силы. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!